Добрый вечер! Это самое страшнотворное ток-шоу в мире под названием «Большой куш» на канале СС. Нам интересны люди и их истории, желательно покрестнее. Я приветствую вас и заявляю себе ответственность. Только в этой программе возможно все. Только в этой программе возможен скандал, эпатаж, а временами мордобои. И вас приветствую я, человек, открывшийся в силу тайной ритмы. А так уже нашли. Сегодня в программе. Будем откровенны друг с другом. Я знала из-за тех песни. Я собирала фотографии с ними. Заставите, спою. И тихо пишет, там до культовых... Я бы посмотрел. Выходили охранники, хватали, выносили. Без говна ты ни с кем не расстаешься. Чего стоит артист без своих фанатов? Он не стоит без своих фанатов. А что делать, когда фанат, влюбленный в своего кумира, вдруг узнает, что кумир чего-то не того? Сегодня в ток-шоу «Большой куш» первая гостья. Женщина, которая стоически прошла весь путь возражения к славе со своим кумиром. А потом на него обрушилось такое разочарование, она разделила с ним даже постель. Встречайте, Кристина! Здравствуйте, Кристина. Кристина, я сказал о вас, что вы прошли со своими кумирами весь путь восхождения к славе, разделяя с ними все, включая постель. Я не обманул публику? Нет, вы не обманули публику. Сразу скажу, что речь идет о группе «Ласковый май». Вы, наверное, все помните, что эта группа была суперпопулярна у нас в 90-е годы. Кто помнит, что «Ласковый май» — мега-мутовая группа? И вы, наверное, знаете, что все ребята из этой группы из детдома. Поскольку я сама в то время воспитывалась в детском доме, они для меня были просто своими. Я знала неизвестей их песни, я собирала фотографии с ними, вырезки из газет, журналов. Но иногда сбегала, конечно, на концерт, но это было маловозможно. И вот однажды я после концерта всеми правдами и неправдами влезла в автобус этой группы. Я залезла в автобус, конечно, охранник хотел меня выгнать, но подоспел Андрей Разин. Он спросил, кто я, откуда. Я ему рассказала, что я тоже из детдома. В общем, горькими слезами там ревела. И он разрешил остаться с ними. И вот таким образом я попала в эту группу, в группу поддержки. Я ездила с ними на все концерты. Это продолжалось где-то в течение полугода. И, конечно, я могу признаться, что у меня были романы со всеми участниками этой группы. Со всеми участниками в этой группе. Нет, нет, нет. Это не значит, что я там гулящая или что-нибудь такое. Просто я действительно очень всех любила. Это так. Вот. Всех разом? Нет, не разом. А кого больше? Кто удостоился вашей наибольшей симпатии? Поскольку Андрей Ухаразин, он меня и взял с собой туда, поэтому я долгое время была с ним. Я не уверен в том, какая реакция будет у Кристины и какая реакция будет у вас. В студию приглашается человек, стоявший у истоков явления под названием «Ласковый май». Отец-основатель Андрей Разин. Андрей, как обращаться можно, учитывая твой чиновничий статус? Только Андрей пока. Только Андрей. Андрей, скажи, пожалуйста, как тебя потрепало жизнь, а? Какой же ты здоровый стал, а? Кабинетная жизнь, кабинетная. Кто ты сейчас? Какой у тебя статус? Можно обозначить его? Депутат Государственной Думы Ставропольского края, заместитель председателя комитета промышленности, строительства, энергетики. Ну, по-твоему, увесистая формулировка. Большая. Увесистая. Трижды избираюсь уже. Трижды. Трижды. В этом году избрался еще на пять лет. Да кого по-честному избирают, Андрей? Будем откровенны друг с другом. Песни помогают. И песни помогают, и авторитет помогает. Андрей, должен тебе сказать ехидную вещь. Считается, что «Ласковый май» и пение – это от Аркушнашвили и совесть. Но, к слову сказать, у «Ласкового май» много было певцов, и никто не заканчивал никогда музыкальную школу. Тем не менее, пело огромное количество солистов, и их песни перепевала вся страна. Скажи мне, пожалуйста, Андрей, а что касается тебя самого, понятно, что ты научил петь группу «Бойсту Мэн». В этом нет никаких сомнений, и Робби Вильямс брал у тебя уроки хореографии, особенно у нынешнего. Да. А можно по-любопытствовать? Ты сам, ты сам, в настоящее время поешь? Редко, но метко. Эй, эй, что публика говорит сейчас? Что? Что? Ну, хотя бы, хотя бы, чтобы получить представление о том, каков Разин не в офисе, а на концертной площадке у Эмбли, рядом с Тони Брэкстон, одну строчку. Не будешь? Нет, зачем? Зачем превращать? Хорошо, 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 хорошо. Мы вернемся к барышне, которая утверждает, что она всех перелюбила в коллективе, но первое время пользовалась благосклонностью именно Андрея Разина. Ты теплым приветствием подтвердил, что вы знакомы, да, Дану? Ну, да, мы-то знакомы, да. Но я вам больше хочу сказать, во-первых, я вообще все, что касается Ласкового Майя, конечно, допускал только я. И без моего разрешения вообще дотрагиваться до коллектива никто не имел права. Что проходило через тебя и Кристина? Все, включая многочисленных Кристин, проходило через Андрея Разина. А эти девушки исполняли ту же функцию, что в таких популярных коллективах на Западе, там они называются группис. Они вступают в интимные контакты с пол, с солистами, с музыкантами. Это девушки, окружающие всякий популярный коллектив и выполняющие в том числе любую интимную прихоть любого. Даже, вы не представляете, даже если бы я был солистом Ласкового Мая, даже мою бы выполнили. Значит, бывало всякое, потому что мы практически сталкивались с таким явлением, когда по простыням с пятого этажа в гостинице покупали фанатке номер и вязали простыни, одна чуть не сорвалась у нас в Иваново, и по простыням на балкон к Шатунову слазили. Поэтому тут надо было все-таки какой-то контроль иметь, а потом, я хочу сказать, моя охрана, у меня охрана была 18 человек, руководил охраной Героя Советского Союза Игорь Чмуров, афганец. И он, естественно, никогда не мог там оттолкнуть или там не пустить куда-то девчонку грубо. Поэтому это делала группа поддержки, которая объясняла фанаткам, что так вести себя нельзя. Ласковый май, Андрей, это мои приватные наблюдения за тобой и за общим контекстом, все время сопровождает слово суд. Вот ласковый май. То нападение на журналиста, то какие-то разборки с людьми, претендующими на заимствование. С чем это связано? Все хотят причаститься к славе великой. Да, да. Это мы с этим явлением столкнулись. И я помню первое, самое крупное, самое наглое, самое хамское такое, это когда совершенно официально такие солидные люди, как Михаил Томилин, сделали группу «Ласковый май-2», начали гастроли делать. И пишут везде «Ласковый май», цифра «К-2» и все. Ну, тогда мы обратились, конечно, в соответствующие органы, и группа «Ласковый май» была в Белоруссии, в городе, по-моему, Полоцке задержана. Но потом мы поняли, там все-таки есть нормальные ребята, нормальные композиторы. Но мы тогда договорились, и как бы они согласились, у меня есть письменная расписка всех участников группы «Ласковый май-2», но у меня, кстати, здесь с собой. Честное слово. Я ее всегда уважаю. Они написали, что мы видим только генеральным директором студии «Ласковый май» только раз, но принимаем его устав, и больше впредь этого делать не будем. И вдруг мы выясняем, узнаем с прессы, что кто-то, значит, зарегистрировал наш патент на основании чего? Я позвонил в министерство культуры, министерство культуры сказали о том, что они забыли послать письмо и предупредить, что мы теперь переименовались в центральную творческую со всесоюзной. Поэтому я подал на них суд и выиграл у них процесс. По этому поводу сейчас свидетельство, которое проходимцы получили, им будет отменено это, и, естественно, восторжествует справедливость. А пока «Ласковый май» живой разен, выступать только будет или при моем участии, или будут выступать те люди, кого я. Поглядим, поглядим! И поглядим сразу после рекламы на канале СТС! Я давно хотел лишить всех авторских прав группу «Бэкстэд Бэйз». Это панды. Ах, ты угрожающий гангстер! Нет, это тварь-своучка. Look at me. Look at me, my friend. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. А кто твой папа? Я просто урод. Это ток-шоу «Большой куш» на канале СТС. И в отношении только этого, моего ток-шоу, я ускоряю самые восторженные эпитеты. Сейчас в студии появится человек, про которого пресса пишет. Послушайте, какую вещь. Нынешний владелец проекта Владимир Шурочкин! Приветствую. Добрый день. Сейчас будет пикировка, и, предваряя ее, я хотел бы сказать вам, как я в последнее время, часто езжу с Юрой Шатуновым на гастроли. Я подтверждаю слова о том, что столько лет спустя ничего не изменилось. Шатунов выходит, поет, и опять там обмороки. И я понимаю людей, включая Шурочкина, которые хотят быть причастны к этому явлению. Дамы и господа, Владимир Шурочкин. Первый вопрос сразу полубоксерский. Какое отношение ты, Володя, имеешь к группе «Ласковый май» и в юридическом смысле, и в смысле моральном? Скажем так, в юридическом смысле на сегодняшний момент я имею прямое отношение, так как являюсь директором фирмы, которая является владельцем бренда «Ласковый май» на сегодняшний день. Андрей, вот это тот случай, когда ты, Атарик, известный человек, а приходит человек и говорит, а я запатентовал и написал эту табличку, а я Атарик. Какое отношение? Более бессовестного вообще отношения его, вот когда он это начал делать без разрешения Разина, хотя подписал бумагу, что и согласился с назначением Разина на пожизненный срок директора студии «Ласковый май». Посмотри, какая наглая улыбка в этом плане. Да, я ему сейчас этот документ покажу, я специально привез, чтобы он его хоть посмотрел морально, хоть вспомнил свои обязательства, которые он давал. Но дело все в том, что он же талантливый парень, он хорошо пишет песни, но мне больше всего, что удивляло, вот в этом проекте, почему он свои песни, свои, у него хорошие песни, некоторые песни даже исполнял я, не мог бы их переписать заново. Нет, он берет, ворует репертуар у Шатунова, известные песни превращать в пародию, вы понимаете? Об исполнении Шурочкина, а не пародия, да? Это жутко. Он берет такого же композитора, Кузнецова, кстати, пишут о нем, что он алкоголик и конченый человек, нет, берут его песни и перепевают своим коллективом. Да, если бы он спел бы песню, например, «Калейдоскоп», которую он написал для «Ласкового мая», я бы это понимал. Но когда это берется этот репертуар наш и нагло просто вот так, я понимаю, это не его идея, он до этого не дойдет никогда. Приходит в мою студию, АСТ, студию, там у меня Закуваев Женя, приходит какой-то некий деятель с авторского агентства и говорит, я владелец «Ласкового мая». Значит, все песни, которые выпускаешь ты в исполнении Шатунова и Разина, ты должен 20% отстегивать мне. Он говорит, ничего тебе отстегивать не буду. Что вы думаете, приходят там какие-то ребята там, ОМОН или что-то, перебили всю студию, избили его. Кстати, ну, это вот такая первая силовая. Я тогда написал в прокуратуру, вот стал выяснять, кто это такой. Вышел, Маматов, Маматов, я пришел в авторское агентство, говорю, что это за бандит у вас тут ходит, собирает дань с пластинок Шатунова и Разина. Они тыкались во все дырки, во все дырки, во все «Ласкового мая». Но вот они нашли самую гнилую дырку, и вот эта гнилая дырка использует теперь наше название. В общем, прозвучало все. Чмо, гнилая дырка, пи***ь. Все уже прозвучало здесь. Дадим высказаться тому, как мог ты в свете сказанного Андреем так поступить. Значит так, давайте предысторию возьмем, да? Десять лет «Ласковый май» как умер, по-настоящему умер, нет «Ласкового мая». Вот. Бренд, который был зарегистрирован в Министерстве культуры, регистрация закончилась в 99-м году. После этого в течение полугода бренд валялся на полу. Он просто валялся, затоптанный, размазанный, никому не нужен. Федеральный институт промышленной собственности, который занимается вот этими свидетельствами, проводил экспертизу, есть ли претенденты и все такое прочее. Не было. После этого выдалось свидетельство. Свидетельство получили. Год целый шла работа над альбомом, подбирался коллектив. Это отдельные исполнители, Женя, Илья и Анюта, которые исполняют песни «Ласковый май». И альбом называется «Ласковый май». Где ты показал? Женя, Аня, где они? А вот они, ребята, сидели. Где вы есть-то? Так они здесь еще, когда? Да. А, вот они. Спасибо, ребят. Спасибо. Я просто показал рукой определенно, я не знал, в чью сторону так дальше. Вот. Ну и когда, естественно, была проделана огромная работа, все это сделано, мы выпустили пластинку, она поступила в дистрибьюцию, и только тут появились первые весточки. От некого представителя Андрея Саныча, по фамилии, по-моему, произносил Закулаев, который грозился дистрибьюторам, так сказать, всех выставить, так сказать, поиметь и все такое прочее, не иметь никаких прав ни на песни, ни на название, и все такое прочее. У меня единственный, самый основной вопрос во всей этой истории такой. Когда вся эта история начиналась два года назад, достаточно было одного звонка. То есть в тот момент, если был какой-то мирный диалог, типа, созвонились и сказал, Володь, а что ж ты делаешь-то? Врет нагло, потому что студия «Ласковый май» существовала, выпускала каждый год альбомы, вот как раз Закулаев и занимался этим. Студия «Ласковый май», центральная творческая студия для одаренных детей, она как была, так и она остается. Понятно, что «Ласковый май», я сам этому очевидец, это способ зарабатывать большие деньги. Подтверждаю вам, только-только приехав Шатуновым, заработавшим миллион долларов всего лишь за каких-то 35 городов, он опять нарасхват, с тем же репертуаром, его опять просят во все города. И я хотел бы сказать, меня интересует в этой истории одно, ну почему бы тебе не согласиться с их деятельностью, как с деятельностью людей, создающих вокруг «Ласкового май» дополнительную славу? Потому что я когда-то этому человеку поверил, и когда-то этот человек в письменном виде заверил мне, что ничего подобного без моего согласия он делать не будет. Была такая бумага, Володя? Есть, она здесь на месте. Я бы посмотрел. Да, она есть, это бумага. Дело не в этом, дело еще в другом. Атарик, понимаешь, самое неоскорбительное, он живой человек, у него дочь, она хочет кушать, он хочет кушать. Он всю жизнь под «Ласковым майом» работал, под вторым составом. Но дело не в этом. Оскорбление Шурочкина, оскорбление Шурочкина в том, что его состав перепел песни Юры Шатуновым, а мои они, кстати, не перепевали. Я давно хотел лишить всех авторских прав группу Backstreet Boys. Перевести ее в Кутаиси, выступать под ее знаменем. Кто меня остановил бы? Дамы и господа, в студии появится авторитетный специалист, поскольку он саунд-продюсер, человек, ультразвук, повелитель децибел, Александр Лев. Александр Лев, разберемся с левым и правым берегами Дона. Вы с каким «Ласковым майом» за праведные идеалы боретесь? Значит, я сейчас как бы работаю с Володей. Есть в позиции Андрея Разина какой-то изъян, о котором ты можешь сейчас заявить? Ну, дело в том, что я как бы затрудняюсь что-то сказать. Они там сами пусть судами судятся. Я больше как бы занимаюсь музыкой. Но, в принципе, на моих глазах происходило. И некоторые совершенно левые люди, которые ходили как бы просто и предлагали бренд «Ласковый май». И это длилось очень долгое время, пока как бы Володя уже, ну, что делать-то, просто как бы хорошее дело, гибнет. Надо забрать. А чего же вы не выступаете нигде? Мы не выступаем. Почему? Да я звоню начальнику управления культуры. Говорю, я, здравствуйте, Разин Андрей Александрович. А кто у вас выступает? Что? А это не вы выступаете? Я говорю, нет. Сейчас, минутку, берет трубку. Ну-ка убрать. Володя молчал четыре ледниковых периода. И теперь, когда наступила весна, он может заговорить. Володя, пожалуйста. Значит, все-таки обратимся к каким-то мировым аналогам, да? Группа «Абба» всю жизнь пела свои песни, да? То есть никто не оспаривал это. Прошло огромное количество лет, появилось коллектив «Абба Тинс», который перебивает в первой своей стадии раскрутки старые песни. Затем выходит сольный альбом. Примерно такой же подход в нашей ситуации. И в этой ситуации, как бы, я еще раз говорю, что 10 лет, полная тишина, полная тишина. То есть все это раздавлено, все это разбазарено, никого нет. И сейчас, да о чем врать-то? Врешет, врет. Пластинка в 95-м году, Андрей Александрович, разве выпускает сольную пластинку? Я единственное скажу, каждый год, каждый год группа «Ласковый май» студия, то есть «Ласковый май» выпускала 1 миллион, 1 миллион кассет и 100 тысяч, и 100 тысяч компакт-дисментов. Андрей, тебе адресуется вопрос, послушай его, пожалуйста, и ответь простецкий. Вот одного не могу понять. Плохие, плохо поем, все плохие. Шатунов легендарная личность. Единственный человек из всей этой канители под названием «Ласковый май», той старой, человек-легенда. Чью сторону занимает Шатунов? Всегда занимал сторону Разина и будет занимать. И тем более, что я ему звонил накануне, он сегодня снимает свой клип очередной. Он хотел приехать, свое мнение об этом сказать. Да, подтверждаю, он хотел приехать. Да, он сказал единственное, что передай ему, я его никогда не видел и никогда не знал, и то, что он сделал с моими песнями, он просто урод. Эта точка зрения Шатунов была бы не человека, которого я сейчас приглашу, может быть, у него иная. Дамы и господа, человек-легенда, так написано, композитор и музыкант, встречайте, Владимир Бойко. А чья сторона в этом задурившем мне всю башку конфликте? Единственная, настоящая сторона. Ту, которую вы выбрали, так понимаю. Ну да. Вот, Андрей Разин, потому что я немножко скажу, буквально два слова. Пожалуйста, пожалуйста. Как это происходило? Происходило это все на моих глазах. Андрей работал с «Миражом», мы тогда познакомились, когда он еще работал директором «Миража». И прямо на моих глазах и происходило становление «Ласкового мая». Впервые туда привезли Шатунова. Из Оренбурга. Да, из Оренбурга. Я помню, как зашел мальчик. Я помню, как Андрей впервые привез эти записи. Название «Ласковый мая» тогда еще не фигурировало. Правда, что название «Ласковый мая», с которым не были согласны другие, придумал Разин? Да. Это правда? А это юридически зафиксированная правда? Да. Насколько я помню, в Министерстве культуры это было зарегистрировано как всесоюзная студия для одаренных детей «Ласковый мая» под управлением под руководством Андрея Разина. Володя, эта история чем-нибудь доразрешится. Чем-нибудь доразрешится, да? Ну, конечно. У тебя есть люди, которые... У меня не покидает мою башку скудно устроенную одна мысль. Разин – могущественный и влиятельный человек. Да, так кажется. Он всегда был таковым, таковым остается. Ну, это понты. Скажи мне честно, ты его только что назвал понтярщиком? Андрюху Разина? Да он сам понтярщик. Я тебя хочу спросить вот о чем. До какой стадии раздражения и злости ты должен дойти, чтобы прибегнуть к репрессивным формам воздействия? Это возможно в принципе? Ну, вы помните историю с Филиновым? Это что значит сейчас? Ничего. У нас друг... Ах ты угрожающий гангстер! Я просто тогда Володя написал песню «Глупый Филин на суку, на весле скричит свою угу». Был такой корреспондент в «Комсомольской правде» Юрий Филинов. Это был единственный человек, по-моему, самый могущественный музыкальный журналист. Он в каждой статье называл «Ласковый май» гов... В каждой статье, в один прекрасный день, Филинова отб... И на второй день появилась статья, что «Ласковый май» — это шедевр музыкальной культуры. Вот что имел в виду Андрей Разник. Да, прошу вас. А почему бы, Володя, Андрей, почему бы вам не договориться о денежных отчислениях? Какие? Вот такие люди какие... А с чего отчислять-то? С чего отчислять? Он продюсер воровства. Он ходит, ворует, ворует и говорит «Я продюсер то, что я украл». Атарик, извини за выражение. Морально-этическая сторона вопроса. Вот тот, кто ворует, тот, кто залазит в чужой карман и что-то там ищет, я этих людей с детского дома не любил. Вы знаете, тырить по тумбочкам у нас в детском доме было за это темное. Этим человеком никто не разговаривал. Вот Шурочкин, Шурочкин, он вор. Шурочкин, ты... Он хочет, лазит в чужих карманах. Имеет что ответить на это, Шурочкин. Да. Володя, Володя. Скажу, что в жизни ни у кого ничего не своровал. «Ласковый май» в том, который был давно, который как группу я вообще никогда не воспринимал. Было вот стихийное такое явление. Было несколько ключевых фигур. Самые основные, я считаю, это Юрий Шадунов как имиджевое лицо. Ну, главный генерал. Да, да, да. Талантливейший композитор Сергей Кузнецов, который, я считаю, то, что с ним случилось, это благодаря Андрею. А что с ним случилось? Он потерял самобладание на 10 лет, скажем так. Находится в глубокой депрессии. Это последствия расхода с группой. Как бы Андрей Александрович, насколько я знаю, выжил его из коллектива. Каждый человек, который покидал коллектив, если есть поклонники, если кто помнит ту историю, каждый человек обливался грязью, независимо от того, что он делал. Уходил Костя Пахомов, вслед у него грязь. Уходил Серёжа Кузнецов, вслед у него грязь. Расставание со мной, такая же грязь. Со всеми. Даже Шатунов в своё время был облит грязью. Видишь, Андрей, без гал*** ты ни с кем не остаёшься. Значит, ни с кем не остаёшься. Атарик, вот опять врёт. Извини за выражение. Опять врёт. Костя Пахомов, когда ушёл из коллектива, через полгода создавался фильм «Почём нынче ласковый». И в этом фильме о Косте было сказано столько хорошего, мною. Рассказано, что он теперь будет самостоятельно. Я верю в Костю. И что он будет артистом и так далее. Он нагло врёт. Я никогда не говорил о Шурочкеных хороших слов. Он даже у нас, когда на сцену выходил, мы его выпускали только с одной позиции. Вот он, левый ласковый май. И его выходили, охранники хватали и выносили. Володя, это правда? Да. Он только у нас такой роли и был. Слушай, ты был необыкновенно популярным у охранников человеком. Ты только выходил из зал, тебя хватали и охранники выносили. Выносили, всё. Я работал. Ему давали спеть всего один припев. Его уносили. Андрюх, какой же пи***ц. Сердючка меня. И я думаю, что... У меня голова болит так уже, так болит голова уже от всего. Скажите, мне просто скажи. Поддерживай. А никто о поддержке не просил. Скажи мне, пожалуйста. Скажи, нет, Володя, Бойко. Скажи мне, то, что совершил или совершает Володя Шурочкин. Это грязно. Это грязно, преступно. Скажи мне просто. На нормальном русском языке. На самом деле, конечно, это как ребёнка обидеть. Вот «Ласковый май» миллионы слушали и любили именно тот «Ласковый май», который и был. Был. И сейчас есть, поскольку когда они видят слово «Ласковый май» на кассете или на плакате афиши... Look at me. Look at me, my friend. Look at me, my friend. Это воровство или не воровство? Конечно, воровство. Ну всё. Реклама на канале СС. Скандалы, эпатаж, грязное пельё, мордобои, ненормативная лексика. Всё это только в топ-шоу «Большой путь» на канале СТС. Попадайте сюда, позвоните по телефону 215-17-96. И всё, х** ваше. Добрый вечер ещё раз. Это блистательное и всё более и более аморальное топ-шоу «Большой путь» на канале СТС. На 729 раз употребление пугающей форкулировки, авторские права. Я сомневался. Что-то срочно нужно делать. Я даже знаю что. Я сделаю что-то под названием «Поход в народ». Я никогда симпатий никаких не было к Шурочкину. Поэтому на его поведение сейчас я просто... Это тварь, сволочь полная. У меня всегда были симпатии, я всегда уважал. Это разница. У меня вопрос к Андрею. Скажите, пожалуйста, когда вы сказали, что Шурочкин ходит за группой вашей и собирает за вами всю грязь, какую грязь вашей группы вы имели в виду? Грязь в том, что он морально использует наше имя, использует наши песни, использует святые песни. Репертуар «Лазу и май» в пародийном исполнении. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Андрею Разину. Если вы занимаете... вам верят люди, да? Вы занимаете какой-то чин, будем так сказать. Можете ли вы заниматься музыкальной деятельностью? Да. Депутат Государственной Думы имеет право заниматься только творчеством, но не коммерцией. Могу петь, могу писать книги, могу писать стихи, публично выступать. Скажите, пожалуйста, кодексы... Но за это... Андрей, я отвечу на этот вопрос. Но за это получать деньги не имею права. То есть ты бесплатный наш такой? Только бесплатный. А почему бы вам им место не уступить, если все равно это деньги не получаете? Кому, кому скажите, его дочке, которая бездарно поет «Ласковый май»? Безпоет! Выходи сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Клянусь вам, клянусь уважением Владимиру Путину. Это не заготовка. Вы потребовали, я сделал. Это дочь, дочь Владимира Шурочкина, Жанна Атужарова. Я хотела, чтобы я с ней... Как ее зовут? Я вам спою песню «Седая ночь». Опять. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темным без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, станет ночью темною без снов. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдем, пожалуйста, у тебя. АТАРИК Пока Андрей Разин не лишил тебя в принципе права на жизнь, уходи, дитя мое. Я... АТАРИК, я с другой стороны хочу сказать... Хорошо спела, Андрей. Да, я хочу сказать, что все наши фанатки хорошо поют. Я хочу огорошить всю аудиторию сенсацией. Барышня, которую я называл, а потом на два часа забыл, что зовут Кристиной. При ее участии сенсация в ток-шоу «Большой куш». Сейчас здесь появится всеобщее детище группы «Ласковый май». Человек без отчества, сын Кристины по имени Ласмай. Публика потеряно отреагировала, потому что подумала, что я разыгрываю ее. Его зовут как? Ласмай. Ласмай его зовут. Господи, какой ужас. Как же ты в школе уживаешься с ровесниками? Ласмай зовут? Нет, меня называют по-разному. А как по-разному? Меня называют Лох Май. Тебя называют Лох Май. О чем с тобой после этого говорить? Тебя называют Лох Май? А чем ты знаешь, в честь кого назвали тебя этим напыщенным именем? Да, меня назвали в честь группы «Ласковый май». В честь группы. А ты имеешь представление, что такое группа «Ласковый май»? Мама объясняла тебе? Да. А можно тебе задать вопрос, после которого меня покажут только в программе «Дорожный патруль»? А кто твой папа, Лох Май мой маленький? Я не знаю. А что мама тебе... Я не зря сказала вначале, что... Любила всех. Что у меня были романы со всеми участниками группы, да. Я действительно не знаю, кто именно. Я хочу вас спросить, публика, неизменно оказывающаяся самым достойным третейским судьей. На кого похож этот несчастный по имени Лох Май? Так, 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 так. На кого? На Та. На Та. Сынок. Я был, между прочим, в 42-м составе «Ласкового майя». Мы гастролировали только по Закавказью. Потому что, учитывая мои паспортные данные, Разин не впускал меня в Москву, в Смоленск и в Липецк. Мы из Еревана в Баку, в Тбилиси, потом обратно. Такой грузинский «Ласковый май». Я хотел спросить вас, ведь Кристина сказала, что более всего у нее был роман самый продолжительный с Разиным. Помните, в самом начале? Стало быть логически, Андрюха. Не, ну я... Володь, Володь, ты тоже неистово, ты тоже неистово, как я вставала из жгучего монолога Кристины, тоже прикасался к ней. Это не твой? Да нет, да нет. Остается один человек, который, надеюсь, сейчас назовет себя папой. Это Владимир Бойко. На самом деле, у меня четверо детей своих есть. Хорошо. Хорошо, пятый тебе не нужен. Скажи мне, цветок будущей России, а кого бы из этих малоприятных дяденек ты хотел бы видеть в качестве отца? Кристина. Если поставить вопрос ребром, я обещаю вам, кто из них признает, кто из них признает из присутствующих и конфликтующих свое отцовство, тот и является отцом-основателем группы «Ласковый май». Со всеми вытекающими последствиями. Со всеми ответственно взять на себя. Если нет отца, то, естественно, Кристина. Мы сейчас обменяемся телефонами, я помогать буду. Так, 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 Кристина, слушай внимательно. Помогать буду во всем. А помощь распространится на передаче ему фамилии? Ну, если моя фамилия поможет в жизни, то, конечно. Этот вопрос, вопрос, который я намеренно, шутейно к исходу программы разрешил, тем только, что спровоцировал Андрея Разина уже быть действительно носителем высоких государственных дум. Сейчас ты показал, что ты человек, радеющий за интересы. И вот тебе твой родной лох май старый. Мы тебе его всем большим пушем вручаем. А я хотел бы, перед тем, как, перед тем, как я сейчас произведу нечто под названием соблюдение традиции большого куша, спеть для вас, как я обещал. Она с него не сводит глаз, и молча льет подушку слезы, и тихо пишет там какую-то хуйню, и молча ждет. 40 городов в месяц, ура, Юрию Шадунову! Я хотел бы сказать, что ненормативная лексика, которая в твоем присутствии звучала, призвана была в том числе и тебя заставить улыбнуться. А сейчас ты будешь улыбаться еще больше печать в студию. Подойди ко мне, человек с именем Лох Май. Приподними чулочку. Опа, большой куш. Сегодня с легкой руки государственного мужа и человека необыкновенной душевной широты, Андрея Александровича Разина, мы под занавес программы называем тебя, и это будет самым главным проклятием твоим в жизни, Разином, Разиным Лосмаем Лосмаевичем. Как ты будешь жить с такой фамилией и с такими паспортными данными? Храни тебя Бог. Возвращайся на место. Кристина, Кристина, по крайности один человек удостоился высокой фамилии Разин. Ты этим поворотом сюжета довольна? Да. Я, честно говоря, просто не ожидала. Ты не ожидала такого паспортного сюжета говорить, что он порядочный человек, и как же ты не ожидала? Я не говорила, что он непорядочный человек. Я просто не ожидала. Да, у меня нет слов. Разин, Разин, Разин. Володя, хочу, чтобы Володя, которому переходил все время дорогу Разин, сказал мне напослед такую вещь. Ты будешь бороться до конца за май? Да. За ласковый. Ласковый. За бренд? Буду бороться. Потому что надо было по-другому решать. Вот два ключевых слова буду бороться. Два ключевых слова мне нужно было. Так, Лохмай. Подъем. Майянг солда. Солдат туркменской армии. Встань. Подойди к новоявленному папаше. Мама, подойди и изобразите идиллию в центре кадра. Аплодисменты студии. Аплодисменты студии. resobler. Почти. 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 Как я тебе вообще в родном желании понимаю. У вас были, извините, половые интимные отношения. Жене, врежем уже. Ты посмотри, он скандал крутит. Сделай ты это. Что ты это? Я? Сделай. Поднимайся, поднимайся. Опа. Всем привет от третьей рая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...